Сегодня в Цивильском районе начала свою работу республиканская выставка «День поля». По традиции, именно здесь каждый год презентуют все последние разработки для сельскохозяйственной отрасли, технику и средства защиты растений. С ноу-хау агросферы познакомились и мои коллеги. На этой выставке инновации на каждом шагу. В этом году современные разработки презентовали более 20 крупных поставщиков. На ноу-хау аграрии делают ставку. Недавно на полях Цивильского района появилась вот такая модель опрыскивателя минеральными удобрениями. Это настоящий вездеход. Машина может начать работать даже ранней весной. Техника оборудована со всеми новейшими начинками. Это компьютер, который жидкости определяет на компьютере, навигаторы, параллельное вождение. Все это здесь установлено. На выставке презентовали и специальные программы, которые в режиме онлайн контролируют работу аграриев. Что они сажают на полях и в каком месте. Программа функциональна настолько, что она показывает на каком участке, какого состава и качества они находятся в текущем моменте почвы. А эти устройства приходят на помощь животноводам. Во время дойки специальные датчики отслеживают качество молока. Количество, качество молока, все его параметры качественные. Жир, белок, лактоза, кровь, заболевания, выявление заболеваний на ранней стадии. За коровами сейчас ухаживают и вот такие роботы. Один раз в день с утра заехал кормораздачик, раздал корм, и потом после этого он каждый час автономно выезжает и подвигает корма корове. Когда он выезжает, он начинает пикать, привлекает внимание к корове, корова встает, начинает больше есть. На опытном участке аграриям презентуют перспективные культуры. Сейчас здесь проходят испытания новых сортов гороха, овса и соя. В целом, сои не хватает, конечно, сои нужна. Сой, да, огромный рынок, потребительский рынок, огромный. Его на экспорт поддают на сегодняшний день производители. Конечно, рискованная культура для нас, но с учетом глобального потепления, люди должны идти на риски. Глава республики отметил, что в первую очередь государственная поддержка будет оказана эффективно работающим хозяйством. Только в этом году на развитие отрасли из федерального бюджета выделят более 200 миллиардов рублей. Аграрии должны грамотно расставлять приоритеты. И касаясь уже тенденций импортозамещения, вы знаете, решения волевые приняты. Санкции продлены со стороны Российской Федерации вплоть, включая 2017 год. И наша с вами задача завоевывать новые рынки, новые потребительские рынки, чтобы продукция Чувасской была представлена не только в регионах по Волжье, но и в больших городах, мегаполисах Российской Федерации. Но сейчас перед аграриями стоит задача собрать богатый урожай. Провести работы качественно и в срок помогут инновационные разработки. На выставке «День поля» уже подписаны первые контракты. Дмитрий Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика.